Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала Шалундрики. В этом видео расскажу, как мы сходили в цирк. Полное видео есть на нашем канале, без озвучки. В этом ролике поделюсь эмоциями и мыслями об увиденном шоу Геи Эрадзе 5 континентов. Начало было очень фееричное, ощущалось чувство праздника. Затем романтический номер с Пьеро и Мальвиной. Он также был просто потрясающим. Переживали за них многие зрители, когда они поднялись под купол и Мальвина удерживала Пьеро одной рукой. Но все прошло безупречно. Животных в этом цирке было много и все выступали послушно и красиво. Даже яки завоевали симпатию каждого зрителя. И несмотря на свою внешнюю неуклюжесть, они очень слаженно работали вместе. И делали это почти синхронно. Моё сердце покорили медведя. Они тут очень милые. И обручи ловили, и через скакалку прыгали, и танцевали, и даже требовали аплодисменты. И никогда не подумают, что в дикой природе они могут быть агрессивны. Ну а когда один мишка оседлал коня верхом и смело скакал по арене, то у многих это, конечно, вызвало просто шок. Все в этом цирке на высшем уровне. Каждый номер индивидуален. Паузы заполняли артисты, клоуны. Поэтому сцена преображалась моментально и почти незаметно для зрителя. Акробаты и гимнасты просто великолепны. А еще отдельно хочу обратить внимание на подсветку и точную музыку, которая передавала атмосферу каждого номера. Прекрасный танец павлинов. Конечно, не настоящий, но костюмы шикарные. Бесподобные. Это было началом номера с верблюдами. Два двугорбых верблюда с повозкой и, конечно, артистами-акробатами, которые смогли удивить своими трюками, причем синхронными. Ну и также некоторых заставили попереживать. Клоуны, конечно, просто столчины. Номер с тарелочкой многим известен, но рассмешили весь зал почти до слез. Очень артистичные. Невозможно не удивить. Конечно, были и жонглеры. Как же цирк без них? И девушка на шаре, которая не только смело ходила по нему и при этом крутила обручи, но еще и поднималась вверх под самый купол. Но весь этот номер в целом был просто потрясающим. Продумана каждая деталь. И заставили немного попереживать. Ну а это атлеты. Дрожь от которых была у всего зала. Удивили не то слово. Конечно, своими способностями. Некоторые моменты, наблюдая за ними, было даже страшно. Спасибо, пожалуйста. Порой казалось, что это просто невозможно, а иногда даже вопреки законам физики, особенно тогда, когда они стояли на ножах. Пощекотали всем нервишки и гимнасты, которые парили под куполом на качелях и с легкостью перепрыгивали с одной на другую. Конечно, были и дикие кошки, львы, пантеры, тигры. И хочу отметить, что из всех выступающих животных они самые агрессивные и самые неуправляемые. И каждый со своим характером. Порой даже дрессировщики боялись и делали несколько шагов назад, но все прошло хорошо и гладко. И еще один потрясающий номер с гимнастами. Камера не передала то, что они были в красивых неоновых костюмах. И когда они раскачивались на качеле, а потом приземлялись, все это подсвечивалось. И в завершении был номер с девушками-акробатками, которые проделывали свои трюки верхом на лошади. И самое потрясающее было тогда, когда схватили флаг и с ним прокатились стоя на лошади. Патриотично. А зал аплодировал. Находясь там, испытываешь разные эмоции и радость, и счастье, и чувство праздника. И переживаешь, и даже нервничаешь иногда. Но все это, конечно, того стоит. И хочется вернуться снова и снова. Нам очень понравился этот цирк. Все ярко, феевично. Всем рекомендую. Надеюсь, вам тоже понравилось. Буду благодарна за лайк и подписку. Ну и, конечно, поделитесь своим мнением в комментариях. На этом прощаюсь. Всем спасибо. И пока-пока. До новых скорых встреч. Увидимся на канале Шалубрики.